Мы высадили сейчас, буквально весной, еще 26 сосен. Потому что хотим, чтобы теперь сосновый год появился в Дружбе. Китайские сосны, туи и зеленые арт-объекты. В детском лагере «Дружба» пока не слышно ребячьего смеха, но территория облагорожена и готова встречать гостей. Директор лагеря Надежда Джан с гордостью показывает депутату-азотчику Наталье Протасовой свои творения, созданные на основе трудов ученого-зеленителя Валентина Миндовского. Когда мы стали изучать, мы тоже увидели, что не все просто так тут посажено, а прямо просматривались линии. Когда изучили, оказывается, суть-то его зеленых коридоров, по-другому он называл это экологические коридоры, что надо так высаживать, чтобы между ними были вихревые потоки обязательно. Зеленые коридоры «Дружбы» – задумка лагеря, представленная на конкурс проекта «Город-сад наследия», инициированного филиалом «Азот» в прошлом году, оказалась в числе победителей и получила грант 100 тысяч рублей. Сейчас она воплощается в жизнь. Полученные средства были направлены на аренду спецтехники, торф, облагораживание собственного дендрария. Вот сегодня мы прошли по территории лагеря «Дружба», видим, что очень красиво все обустроено, люди профессионально подходят к делу, очень по-хозяйски тратят выделенные деньги. Проект продвигается, объединяет интересных людей, которым вот это все нравится, которые хотят сделать наш город красивее и комфортнее. Напомним, эколого-просветительский проект «Город-сад наследия» инициирован Советом активной молодежи Лига лидеров филиала «Азот» в честь 110-летия Валентина Леонидовича Миндовского, известного ученого-практика озеленителя. Второй год проект объединяет березняковские учреждения, общественные организации и активных людей города в дружную команду. Команду, которая работает на то, чтобы в городе молодежь, подрастающее поколение трудилось на благо города и на благо экологической обстановки. Все-таки основная задача – это, на мой взгляд, экологическое воспитание, воспитание культуры поведения молодежи и объединение организации города в общую цель. На протяжении 2019 года в рамках проекта проводились экологические квесты для школьников, научные конференции и экскурсии. Лучшие проекты по озеленению территорий образовательных учреждений выиграли гранты от «Азота» общей суммой более 600 тысяч рублей. Дом детского и юношеского туризма и экскурсии тоже один из победителей грантового конкурса. В древних мифах это дерево считается священным, деревом бога солнца Аполлона, а плоды этого дерева – символом знания, мудрости и солнечного тепла. Это, конечно же, яблоня. На территории бывшей станции юных натуралистов более 60 лет растут деревья, высаженные по проекту Валентина Миндовского. Продолжая традиции, здесь решили обновить яблоневый сад. Буквально неделю назад высадили 12 сортов декоративных яблонь. Саженцы привезены из пермского питомника. Яблоня уже довольно зрелые, поэтому на будущий год мы ожидаем яркое цветение и плодоношение. Гранта хватило и на уютную беседку для открытых занятий с детьми. Так что уже следующей весной участок станет живописным цветущим уголком и наполнится ароматом яблонь. Экологический проект продолжает развиваться, и все для того, чтобы наш город стал еще красивее и зеленее. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова